Итак, следующий фрагмент. 11 глава Откровения с 15 по 19 стихи. 12 глава Откровения с 15 по 19 стихи. 12 глава Откровения с 15 по 19 стихи. 12 глава Откровения с 15 стихи. 12 глава Откровения с 15 стихи. 13 глава Откровения с 17 стихи. 14 глава Откровения с 17 стихи. 16 глава Откровения с 15 стихи. Потому что все в руках Божьих. А вы знаете, что это очень важно для верующих людей? Представьте себе вот этих бедных верующих из Смирнской церкви, которые преследовали и экономически, и религиозно, и политически. А потом они читают в этой книге о том, что все во власти Божьей, что все в его руках. И что он, в конечном счете, одерживает победу. Обратите внимание на 15 стих. Что же говорит здесь седьмой ангел? Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Здесь использован глагол «соделалось». Это будущее время, или прошедшее время, или настоящее время. Какое это время? Значит, в прошедшем времени сформулировано это объявление. Но как такое возможно? Неужели это уже произошло? Но, с другой стороны, он Бог. И, по-моему, когда он был на земле, он сказал, что в период его возвращения, он сказал, что никто не знает это, кроме Бога, но когда он был на земле, и его спрашивали о возвращении Христа, он говорил, что никто не знает дня и часа, кроме отца моего. Естественно, что я не могу ответить на твой вопрос, могу только предположить. Что Иисус Христос лучше понимает нашу ограниченность во времени, потому что Он как бы сам все это испытал, в отличие от Бога. Бог не ограничен во времени. Но сейчас Иисус Христос тоже вне времени, потому что Он Бог. Наверное, еще хуже только все стало. Потому что такое понятие, Бог и время, очень трудно рассуждать на такую тему. Но, с другой стороны, это может быть для нас утешением. Потому что Бог знает о нас все. И когда Бог прощает наши грехи, Он прощает и те грехи, которые мы еще пока не совершили. Но Он знает наперед. То есть Бог не удивляется, что мы там что-то натворили. Он говорит, ой, что же Андрей натворил. Нет, он не будет удивлен. Он знает. Это все очень хорошие вопросы. И вот это греческое время, которое описывает будущие события, как уже произошедшие, очень интересно и имеет значение в книге Откровения. И очень часто мы будем сталкиваться с этой временной формой, когда Бог будет что-то говорить или кто-то будет передавать слова Бога. А ангелы, или вот 24 старца у нас написано, да? И вот с этого момента в книге Откровений начинается усиление противостояния между силами зла и между силами добра или с Божьим царством и царством Антихриста. Пятнадцатый стих, посмотрите. Царство мира соделалось царством Господа нашего. Здесь говорится о том, что что-то изменилось, потому что соделалось. There has been opposition to God. Значит, до этого было как-то по-другому. До этого было противостояние Божьему царству. There has been a power struggle. Была борьба между различными силами. And some people might have wondered who was going to win. А некоторые люди наверняка думали, кто же победит в этой схватке. But the angels are rejoicing here in the overthrow of Satan. Однако здесь ангелы радуются падению сатаны. Here is a good example maybe of what it's like. А я хочу привести в качестве иллюстрации один пример. God and Satan are in this battle and have been for thousands of years. Мы говорим о том, что на протяжении тысячелетий между Богом и сатаной продолжается борьба. И на протяжении всей книги Откровения описывается это противостояние. But here's what it's like. It's like the Russian hockey team playing against a group of American children. На что это похоже? Это похоже на игру, когда русская сборная по хоккею играет с американскими детьми в хоккей. How do you think that game would come out? Как вы думаете, какой будет счет? Кто выиграет? 3-0. It'll just be... American children. I think the American children will get hurt. I think the American children will get hurt. But see, this is what's going on here between God and Satan. So, you can compare that God is like a Russian hockey team in the hockey team. It's like an illustration. And Satan is also like the American children in hockey. So, it's impossible to compare. If it was like this game, if it was like this match in the hockey team, God has all the power, then we know that all the advantages are on the side of God. Satan has only the power that God gives him. And Satan has only the power that God gives him. So, the destruction of Satan has yet to take place, but it is absolutely certain. But it will happen. And it's a good thing, that it happens. And it's a good thing, that it happens. Because the righteousness of God is going to overwhelm the unrighteousness of Satan. And the elders rejoice in that fact. Look at verse 18. It says, the nations were angry and your wrath has come. 18-ый стих прочитаем. И рассверепели язычники, и пришел гнев твой. When you see the word wrath, God's wrath, what do you think of? When you read the word wrath, God's wrath, what do you think of? What do you think of? What do you think of what do you think of? What do you think of? What do you think of what do you think of? lightnings and thunder, destruction. What do you think God is? Is it like God losing his temper? He's losing our temper. I have the picture of Jesus Christ who was getting rid of people in the temple who were selling different stuff there. And that was his righteous wrath. What caused Christ to react in that wrathful way? So there was no order that they were doing everything in the wrong way, not according to. So there was the righteousness of God and the unrighteousness of man. See, this is what we have to recognize, and this is back to the notes, so we'll be finished here in just a minute. God's wrath is the normal response of God's righteous character to man's unrighteousness. See, God is not losing his temper. But he must punish sin because of his character. One of the things we have to remember about God is that he is a promise keeper. If he makes a promise, he must keep it. If he gives a word, he must keep it. He can't decide, well, I think I'll forget about that one. So, God not to say, well, we will forget about this and we will not do it. do it. We will do it. We will do it. участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. И 19 стих, посмотрим, очень интересный. Открывается храм Божий на небе, появляется ковчег Завета. А что это за завет был? Какого завета? А вообще слово Завет, что означает? Обещание, соглашение, да? И Бог дал обещание, Бог заключил соглашение. И в этом обещании заключалась и такая часть, что я буду наказывать грех. И поэтому, если Бог вдруг решит, да, не буду я наказывать грех, то что происходит, что Он нарушает что? He breaks His promise, His covenant. Да, то получится, что Бог свое обещание не сдержит. Может ли Бог оставаться Богом, если Он нарушает обетование? Да. Поэтому свои обетования Он должен хранить. Потому что такова Его сущность, это проявление Его природы. Итак, появляется ковчег Завета. А для израильтян это физическое проявление Божьего характера. То есть, когда они видят материальное появление ковчега, это для них то же самое, что как бы Бог сказал, Я храню свои обетования. Итак, как нам реагировать на эти факты? Первое. Мы в команде победителей. Мы должны это знать. Мы с вами все в русской сборной по хоккею. Не пятилетние американские дети, которые плюшку взяли. Я бы лучше был в русской сборной, чем в команде детишек. Следующее. Мы должны с вами помнить, что когда становится невыносимо трудно, мы вспоминаем о том, что Бог уже выиграл эту битву. И поэтому, когда жить очень трудно, мы живем по вере, а не потому, что происходит в нашей жизни. Потому что все события, которые происходят в нашей жизни, они в руках Божьих. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова